проведя на двинской высокой луде четыре ночи я собираюсь двигаться дальше а дальше мне нужно поближе к острову борщовец это примерно мыс пляжной на пежострове вот лежа в палатке под порывами ветра и шумом дождя я думал какие варианты могут быть первоначальный вариант это вот обогнуть это самый мыс и двигаться в тот того берега ну при таком ветре волне они будут и боковые и нередко должны забрасывать через борт по несколько литров воды кому же этот ветер он будет все время меня выбрасывать на берег и смотрите снимать при такой погоде вроде как и нечего поэтому был второй вариант альтернативный двигаться наоборот в обратную сторону по часовой стрелке это берутся к лути а вот к этой губе владений это вдоль южного берега двигаться то же самое мысу пляжному это вариант лучше тем что остров должен закрывать меня полностью от ветра и волны там не должно быть конечно жалко будет что я не смогу тогда обогнуть весь остров я его в любом случае не могу обогнуть весь потому что я же начал из того же мысль пляжного гораздо гораздо получается восточнее что ли но сейчас пока его тут собираюсь пока завтракаю смотрю что ветер сильный ослаб волнение вроде как уже меньше трех баллов и думаю надо пойти первоначальным вариантом сейчас вот когда соберусь загляну туда за этот мыс смотрю какая там волна какой ветер и так дойду домой за пляжного а там по мере того как я буду продвигаться даже несколько часов хода может быть ветер совсем стихнет и может быть я рвану оттуда напрямую на борщовец и буду на пежострове больше останавливаться вот такие вот планы на сегодня но что получится дальше это видно будет сейчас пойду упаковываться и где-то через час наверное рвану сейчас вот половина второго к вечеру куда-нибудь дойду а Продолжение следует... 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 Ух ты, еще одна, опа, 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 нет. Субтитры сделал DimaTorzok Опа, губа ладейная. И современные ладьи, парусные катамараны. На стоянке у пижона никого не видать. Ну, еще, наверное, с километр, и я заверну за этот мыс из острова и пойду вдоль его берега. Там уже такой волны, наката не будет. Ветра уже нет. Почти нет. Хорошо. Деревянные ладьи ходили от Киме до Архангельска, может быть, до Мурмана. И, возможно, здесь эти ладьи прятались от штормов. Потому что основное направление ветров здесь северо-востока, вот как сейчас примерно. А тут как раз с северо-востока высокая такая гранитная стена. Ну, не стена, но крутой берег, который отлично защищает от этого ветра. Вот поэтому там ладьи могли спрятаться, переждать непогоду. Потому и кубу назвали ладейная. Есть там источники пресной воды. Может быть, где-то была изба специальная, артельная, или как-то по-другому называют. Ну, где можно было ночевать в более комфортных условиях, чем на этих суденышках. Что-то накат разогнался в амплитуде. Наверное, здесь дно приподнимается, в воде деваться некуда. И эти десятки, сотни тонн, они лезут вверх. Вот сзади вроде ничего нету такого существенного. А вот лупа и пошла. Ну, самое главное, это отрулить от того мыса. Вроде получается. Путинка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот опять пошла Что-то кажется, что несет меня как раз на эти скалы Надо будет рулить влево Сейчас пропущу очередной крутой накат ДимаTorzok Да, под такой грохот прибоя вряд ли удалось бы уснуть На стоянке у пижона Странно, что вот в эти скалы так сильно не бьет накат Там, наверное, очень глубоко и он выходит мимо А только здесь он на мель выходит Субтитры сделал DimaTorzok 15.43 Примерно час ушел для того, чтобы пройти от моего острова до этого мыса Теперь заверну вон там на правое И там останется вдоль берега пройти примерно столько же, сколько и по тому варианту основному Интересно, какое щелице Сосна там стоит Что-то вроде пещерки Вот там бы стояночку устроить Внизу тут разровнять Под палатку Красота, жаль, солнышка нету Все это какое-то мрачное сейчас, неинтересное И это рыбалка О, как там все закрутило, завертело Штормом Прошло меньше двух часов И сейчас я напротив острова Скомарошей Вон он там виднеется Вот, если бы я пошел по правому варианту Мне бы пришлось всю дорогу отгребаться от берега У меня правая сторона все время была бы мокрая И пол байдарки воды А вот я пошел в левую сторону И мне даже не пришлось бороться с ветром Покатался на накате И вот тут видно, что и волны дальше нету И ветра почти не ощущается Думаю, что я сейчас часа за два А то и меньше я дойду до мыса пляжного Ну, там видно будет Не устраивает себе обед на берегу С вареньем там всего разного Ну, просто отгресь кусочек сервелада Чего он такой не рвется плохо Она прямо на воде Жирная вот только плохо Так, где-то у нас салфетка была Вот такой Обед или... Нет, да, правильно, обед Завтрак-то у меня уже был Жирная колбаса Все жирное из-за нее О! Все жирное А сегодня На мысу пляжном Народу дофига Целый дачно-рыбацкий поселок И там... А там вообще такие Громадные строения Из Борезента А мне нужно вон туда Еще пару километров Надо отметиться У этого Очень интересного Сооружения Ой, сооружения Называется Высадился На этом мысу Пляжном На пляже И тут мне Нахлестала водички Как хорошо все было Такие Такой накат Прошел нормально А тут вон Ветры три, поды Не тащить же их на себе С собой дальше Полная байдарка воды Брели-ели сил Набралось Чтобы догрести Теперь сушится Сушится и сушится Ура! Ура! Земля! Да Чего ты сапог-то не снимешь? Хоть что-нибудь Сухое Морской переход Меньше двух километров Через корму Видать Нахлестало Ну и ладно Надо как-то Это все вылить Плотинки Надо отжимать Куртку надо отжимать Тут все, что было Надо отжимать И сушить Ну а ты Что с тобой делать-то? Вывалить надо Как-то это все Сейчас придется Разжигать Костер Из всего, что найдется Горючего Ну что Давай Сделаем тебе Аверкиль Хорошо, что ты сама Это не сделала Тяжелая Тяжелая Может в эту сторону Получится Ну давай Точки опоры нет Получше пошло Хватит Хватит Теперь надо Деревяшки эти Поймать Хотя В данном случае От них Пользы абсолютно Никакой Не случилось Все Ух Я на земле Так Надо поискать Что-нибудь сухое Хотя Что сухое Обувь вся мокрая Ну так На всякий случай И ставить палатку И сушиться О, тут дрова есть Ох Спасибо Добрым людям За дровишки Сейчас придется Немножко Устроить Ню И Сушиться Так Тут проверю В каком состоянии Все ли вымокло Хотя нет На первый взгляд Вода не попала Сегодняшнее пришествие Показывает Что нужно Очень серьезно Относиться К боковой волне Да и вообще К любой мелкой волне Потому что Самоотлива В фортуне нет Если Накат Он бережно Приподнимает Байдарку И Та же плавно Опускает То вот Эта мелкая волна Которая больше Похожа на Такую крупную Рябь Она прям Так и норовит Хлестнуть По борту И Закинуть Байдарку Литра другой Воды А вычерпать Ее просто Невозможно Не успеваешь Я пытался Вычерпывать Но она прибывает Быстрее Даже чем Вычерпываешь Пришлось Мне полдороги Даже Какой Две Третьи Дороги Грести 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 Грести